От Калининграда до Владивостока за три года этот необычный поезд намотал по стране 120 тысяч километров. И вот теперь передвижной выставочно-элекционный комплекс приехал в Иваново. Экскурсия будет интересна всем без исключения. В девяти вагонах экспозиции самой разной направленности, но все так или иначе связано с РЖД. Историй здесь совсем мало, разве что старая форма начальника станции и макет паровоза, первого в области скоростного сообщения. Это пассажирский паровоз П-36, его еще называли «Генерал» в свое время. Он был самовостребованным пассажирским паровозом и перевозил самые скоростные поезда России в наше время. Это были 50-е годы 20 века. Перевозил такие поезда, как Россия и Красная Стрела, и уже на тот момент имел конструкционную скорость 125 километров в час. Самый быстрый поезд сегодня – это Сапсан. Он курсирует по маршрутам Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород, развивая скорость до 250 километров в час. Другое подобное изобретение – поезд «Аллегра», перевозит пассажиров из Санкт-Петербурга в Хельсинки и обратно. Самый новейший наш инновационный скоростной электропоезд – это электропоезд пригородного сообщения, электропоезд «Ласточка», который уже эксплуатируется в нашей стране, сейчас обслуживается пассажиров на Олимпийских играх в Сочи. И предназначен для замены устаревшего нашего парка пригородных электропоездов с максимальной скоростью 160 километров в час. В вагоне, где представлена экспозиция инфраструктуры железных дорог, есть небольшой уголок, посвященный Роскосмосу. И не случайно, только с помощью железной дороги доставляются ракеты на стартовую площадку космодрома Байконур. Здесь также представлены личные вещи известных космонавтов. Удостоверение Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой и даже игрушки, которые побывали с ними в космосе. Есть и экспонат, который в буквальном смысле свалился на Землю сам. Кусок Челябинского метеорита весом в один килограмм передали передвижному музею в Челябинске, чтобы вся страна могла посмотреть. Когда он взял нашу Землю, веса уставлял более 10 тысяч тонн, поперечники 17 метров. То есть можете представить, у нас летело где-то пятиэтажное здание весом более 10 тысяч тонн. На Землю упало в сумме целых полторы тонны. 500 килограмм подняли на озеро Чебар-Коль. Килограмм видите у нас. А еще представлено очень много современных технологий с приставкой «Нано», которые в будущем призваны сломать все стереотипы о поездах. Ну, комфорт первым делом и скорости. Основной упор, конечно, на скоростное движение, сверхскоростное. Планируется, что поезда будут ходить до 400 километров в час. Инфраструктура позволяет у нас это делать? Не везде, не везде. Конечно, надо будет вложить деньги на инфраструктуру, на реконструкцию ее, но все равно поезда будут ходить. Из Иваново выставочный лекционный комплекс отправится на Урал. У жителей нашего города есть еще пятница и суббота для того, чтобы посетить этот интереснейший музей на колесах, аналогов которому в мире нет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.